Ровно 17.00 в украинской столице. Главные новости, известные нам к этому часу, расскажем вам прямо сейчас в студии Максим Малынов. Здравствуйте. Количество преступлений в 2017 году в Украине уменьшилось на 13% по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказал руководитель национальной полиции Сергей Князев. По его словам, в уходящем году в Украине было совершено 490 тысяч преступлений. При этом на 23% либо на 40 тысяч увеличилась их раскрываемость. Мы полностью меняем систему оценивания деятельности нас полиции. В Европе давно ушли, а система совершенно раскрыта. Там обсчитывает один крупный показатель. Количество расследованных преступлений и направленных в суд в сравнении с предыдущим периодом. Если эта цифра растет, это хорошо. Поэтому мы переходим на подобный контроль. Главное разведуправление России в феврале 2014 года запустило в украинских соцсетях кампанию под дискредитацией Майдана и власти. Новые данные публиковала газета Washington Post со ссылкой на отчет ведомства, который попал в распоряжение издания. В нем говорится, на следующий день после побега Януковича российское разведуправление создало фейковые профили людей, которые якобы разочаровались в революции достоинства. Цель – создать антигосударственное настроение в Крыму и на Донбассе. Об этом в интервью UATV рассказал бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маломуш. – Задействованы в этом комплексном формате и службы внешней разведки России, и Главное управление разведки Министерства обороны России. Поэтому оно не делается только по одном сегменту. Это комплексный подход, и Россия этот формат запустила. Конечно, курировали Сурков по линии администрации президента, а по линии силовых структур, сборников, патрушев и другие. То есть это была стратегия России в отношении дискретации Майдана, а затем уже, конечно, информационные форматы войны, которые именно стимулировали события в Крыму и на востоке Украины. Два года условно за проукраинские посты в социальных сетях. Такой приговор вынес подконтрольный Кремлю Ялтинский горсуд крымской активистке Ларисе Китайской, сообщает в крымской правозащитной группе. Украинке запретили покидать Ялту. Через полтора года женщина сможет попросить закрыть судимость, однако Китайская рассказала, что делать этого не будет и намерена обжаловать приговор. В июле 2016 года дома у активистки провели обыски, завели уголовное дело и вручили подписку о невыезде. Непраздничные подарки Путину. Правозащитники отправили посылку в администрацию президента Российской Федерации. В нее положили 25 отчетов международных и украинских организаций о нарушениях прав человека в Крыму. В них собраны факты преследований по политическим мотивам, пыток, убийств, исчезновения крымских татар и украинских активистов на аннексированном полуострове. По данным Крымской правозащитной группы, с 2014 года на полуострове незаконно арестовали около 70 граждан Украины. Я думаю, довольно много материалов. Здесь довольно много материалов. Владимир Путин всегда заявляет, что он не видит нарушений в Крыму, что права человека на территории Крыма, в частности крымских татар, этнических украинцев, не нарушаются. Мы всегда говорим о другой ситуации. Например, мы берем раздел «Пытки и другие формы нечеловеческого отношения» и видим, что минимум 150 случаев нарушений прав человека только по этой категории. «Единство в языке». Акцию под таким названием провели в Киеве. Дети сделали из бумаги сверца и написали на них патриотические слова «Семья, родина, свобода» на крымско-татарском языке. Им подарили сборник крымско-татарских сказок. Мероприятие организовали Министерство информационной политики и представительский орган крымских татар «Меджрис», чтобы напомнить о проблемах изучения крымско-татарского на аннексированном России полуострове. Я изготовила сердечки, но на этом написано «Ай-ле семья», а тут написано «Па-ла-ла», «ребенок». С помощью сердечек, которые делают наши дети, они изучают слова. Еще одна возможность – собраться всем вместе, опять же, показать единство нашего народа. В Украине до оккупации 15 крымско-татарских школ в Крыму было. Сегодня эти школы лишь только формально крымско-татарские, потому что новая программа, учебники на русском языке. И мы понимаем, что при сохранении формальности фактически язык не изучается в том объеме, в котором необходимо его изучать. «Елка сознания и активности» – такая акция прошла на Майдане незалежности в Киеве. Каждый мог написать свое желание и повесить его на новогоднее дерево. Подобные мероприятия проходили также в 26 других городах Украины. Мы придумали эту акцию, чтобы узнать, чего хотят украинцы в 2018 году. А также может заставить кого-то задуматься, что его желание существимо. Нужно просто немного поработать над этим. Самое популярное желание – это мир в Украине. Потом уже счастье, любовь и благополучие. Как ни странно, никто не просит ничего материального. В этом году на первом месте – духовные ценности. И фильм «Киборги» лидирует в украинском прокате. За первые две недели, по данным Госкино, он собрал более 200 тысяч зрителей. Это рекорд среди украинских лент, говорят кинопрокатчики. Я очень не хочу, чтобы это было ремейком «Девятой роты», на самом деле. Когда многие ветераны Афганистана вставали с сеансов и уходили. Вячеслав Швырев служил в 13-м отдельном мотострелковом батальоне. Зимой 2015-го, во время боев за Дебальцева, попал в плен к террористам. Летом 2015-го его обменяли. Не пойти на «Киборгов», говорит Вячеслав, не имел морального права. Перед началом сеанса делится ожиданиями. Этот фильм будет очень близок. «Киборги» вызвали ажиотаж среди украинцев. По данным Госкино, за первые две недели проката фильм посмотрели более 200 тысяч человек по всей Украине. Кассовые сборы свыше полумиллиона долларов. По этим двум показателям «Киборги» установили рекорды, говорят в сети кинотеатров. Поскольку сам фильм очень качественный, а тема очень важная, мы расставили его максимально широко. И, в принципе, это себя оправдало. Этот подход себя оправдал. Сборы очень хорошие. Оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня. Фильм рассказывает о десяти из них. Было бы взять короткий промежуток. Чем короче промежуток, тем сконцентрирование будет, фокус будет лучше истории. Они переживают катарсисы. Это хорошо. Это очищение. Это такая терапия во многом. Ну и конкретно, звездки вас влезли, яслав Патру Ивановичу. Чего я мовчил? Что, глухой, что ли? Я не понимаю. Откуда приехал? В Владимирской области. Ребята, какие ощущения после фильма? Тяжело, я пытаюсь успокоиться. Эмоции непередаваемые, конечно. Стоит посмотреть, стоит задуматься. Поделитесь своими эмоциями сейчас. Расскажите, пожалуйста. Поделитесь, пожалуйста. Ребята, ну это тяжелый фильм. Вячеслав последним выходит из зала. После такого сразу говорить, наверное, я лично не могу. Но я вернулся на два года назад. Потому что этот фильм, наверное, надо смотреть. Всем. Андрей Акомин, Александр Бугай, ЮАИ ТВ. Василий Ломаченко вошел в число пятерки претендентов на звание «Боксера года» по версии «Ринг». Ранее украинца признали лучшим боксером 2017 года по версиям «Боксинг Ньюс 24» и «Файт Ньюс». В 2017 году украинец по прозвищу «Хай Тек» провел три боя, и все они завершились одинаково. Соперники Ломаченко в перерыве между раундами отказывались возобновлять схватку. Последний бой состоялся 9 декабря. На арене Мэдисон-Сквер-Гарден Ломаченко победил двукратного олимпийского чемпиона кубинца Гильермо Ригондо. Следующий бой украинцы ожидают уже в апреле 2018 года. Избавиться от килограммов, набранных за праздники. В Германии более 220 бегунов приняли участие в ежегодном забеге, который называется «Забег для переваривания жареного гуся». Во главе колонны участник в костюме Санта-Клауса с искусственным гусем в руках. Дистанция – 10 километров по лесу и автотрассе. На финише бегунов ожидало вознаграждение – глинтвейн и выпечка. Такие забеги в Берлине проводятся уже 19 лет подряд. Прекрасная традиция – встречаться здесь и бегать вместе. Часть людей присоединилась к нам впервые, но многие приходят каждый год. И это уже стало традицией. Это было изматывающе, но у нас все еще остались силы на то, чтобы вдоволь наговориться. И это самое главное – мы собираемся, чтобы побегать и поболтать. Ну, как-то меня довольно нелогично. Бежали, чтобы похудеть, а в итоге на финише ели выпечку. Ну, им виднее. На этом у нас пока все. Через два часа у нас будет больше информации. Встретимся с вами в 19.00 по киевскому времени. Не переключайтесь и хорошего вам остатка сегодняшнего рабочего дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова